Агентство «Анадалу». Да, здравствуйте. У нас сегодня два вопроса. Первый вопрос. Очень много говорят о замороженных российских активах. Скажите, пожалуйста, Россия предприняла какие-то шаги по их размораживанию и возвращению? Во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что мы считаем, как вы говорите, заморозку принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой, которая нарушает все нормы международного права, деловых отношений. Это мы воспринимаем со стороны Запада подобную логику и действия, как посягательство на суверенную собственность. И подобные шаги коллективного Запада заставили многие страны задуматься о надежности их как партнеров, о надежности доллара и евро в качестве резервных валют. Возникает вопрос о в принципе пригодности западной финансовой архитектуры для стабильного существования трансграничных платежей. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано, мы об этом неоднократно предупреждали, как бесцеремонное воровство вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы. Что касается реакции, да, прорабатываются соответствующие меры. Я сейчас не буду на них останавливаться, но могу утвердительно сказать, что работа на этом направлении идет. Вот. Продолжение следует...